Без погон удостоверение отказывается предоставить. Говорит, что... А вы кто? Старший имущеник прокурора города Потапова Надежда Сергеевна. Она за дверью сказала... Отлично, я смотрю, вы при погонах, в отличие от ваших подчиненных. У нее дело в том, что китель просто в кабинете. Это нормально. Рубашка с длинным рукавом, она носится без погонок сверху. Китель просто одевается жарко. Она быстро выбегала к вам на прием. С кемокить. Ее удостоверение тоже с длинным рукавом не носится. Это от вас они собирают и клювы. Это вы, но у них тоже стало. Не скрою, не скрою. Есть такое, да? Есть такое. От меня прокурор два раза убегал, как минимум. Не только помощники. Так, они сейчас теперь не выйдут, они теперь вас боятся. Не-не-не, шо-шо. Будьте добры, предъявите, пожалуйста, удостоверение. Я вам не обязана предоставлять удостоверение. Я сижу в форме. У вас в форме без погонок. Я удостоверение вам не обязана показать. Я женщина жаркая. Ага, бывает. Вы обязана писать. Я не обязана писать. Веселая женщина, мне нравится. Да. Мне нравится. Меня дети любят за это. Я требую вызвать ответственную. Я вас слушаю. Я вам уже назвала себя. Ну, назвать это недостаточно. Я хочу увидеть документы. Так, понятно. Вы выйдете из кабинета? Выйдете из кабинета. Опять ушла, пошла за удостоверение. Прохожу. Я пришла, что не выйдете. Ушла, выгнала из кабинета. Вы меня приняете? Выходите. Опять выгоняете? Примите. Приходите. У вас там что-нибудь пропадет, потом скажете, что я ухал. Из кабинета опять пришлось выйти. Прохожу. Извините, я нахожусь в форме. При погонах, но без удостоверения. Это слова. Мне нужны документы. Что такое? Вы все без удостоверения хотите? Принесла удостоверение, держала в руках, не показала. Ушел, ничего не сказал, в трубку не берет. Ага, фамилию назовите, пожалуйста. Я обязана приспособиться, да? Да. Трубку бросила. Прокурор отсутствует. Кабинет закрыт, трубка не берет. Три человека в очереди. Дежурного прокурора нет. Так она дежурный прокурор. Она обязана с 9 до 11 присутствовать. Девушка, можно дежурного прокурора? Так, звоните. Так, он сколько так звонилось? Трубку не берет. То есть вы мне запрещаете вести видеофиксацию? Правильно, господин? Сошлись на норму крампу. После звонка Хмавова. Ну что, сейчас, решим, готов. Вот, другое дело. Звонок Хмавова, и все пошло. Культурно, вежливо, спокойно. Усторение показало. Так, советник юстиции. Вот, уже другой разговор. И в чем суть вашей деятельности? Тяжкое преступление, возможно, убийство, возможно, причинение тяжкого вреда здоровью. Как вы сказали, все для людей? Да, тронулся. Да, по-моему, все уже тронулись. А не камеры боятся? Они всего боятся, а самые главные правды. Всем привет. Сходил вчера в прокуратуру. Ушло два с половиной часа примерно на то, чтобы поставить вот этот штемпель. То есть, зарегистрировать сообщение о совершенном преступлении, книге учета совершенных преступлений. Обратите внимание на номер 38. Если посчитать дни в этом году, то получается, что в среднем в прокуратуре города Сругут регистрируется одно сообщение о совершенном преступлении, в книге учета совершенных преступлений, одно сообщение раз в четыре с половиной дня. То есть, примерно раз в неделю одно сообщение о преступлении. Вы можете в это поверить? Это говорит о том, что они в основном все сообщения о совершенных преступлениях регистрируют как простые обращения граждан по закону 59 ФЗ и не проводят уголовно-процессуальную проверку. Это, по сути, уклонение от учета совершенных преступлений. Тем самым они улучшают статистику, ничего не расследуют, не перепоручают, уголовные дела не открывают. Короче, ХМАО – самый лучший округ для проживания в России, типа того. Короче, сами видите, да? Номер 38. С одной стороны, это хорошо, что маленький номер. Это один из признаков того, что именно в книге учета совершенных преступлений они зарегистрировали данные сообщения. А с другой стороны, нет ни подписи, ни должности, кто принял, когда, кем, где. Вообще ничего нет. Ну, пришлось потребовать, чтобы Гулик Оксана Владимировна написал от руки. Но и то она, видите, как сделала, очень хитро. Я ей сказал, что нужно написать фамилию, имя, отчество, должность, фамилию обязательно полностью, должность, дату и время. Время не написала и написала подпись, собственно, наручная написанная фамилия. Вот она есть. Но она сделала хитрый прием. Вот, читайте внимательно. «Принято с личного приема заместитель прокурора города Гулик ОВ». Вот эта фраза с личного приема, вот эти два слова, личный прием, они относятся к закону 59 ФСЗ, статья 13. Вот она, статья 13, личный прием граждан. То есть, она, по сути, расписалась, что она осуществила личный прием и в ходе личного приема приняла простое обращение. Не в рамках Уголовно-процессуального кодекса приняла заявление о преступлении, а именно по личному приему обращение приняла. Вот, читаем, часть 4. «Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленным настоящим федеральным законом. Именно в ходе личного приема». Вот, вот, что они делают. Они заявления о совершенных преступлениях переводят в обычные обращения по закону 59 ФСЗ и рассматривают их в течение 30 дней и присылают отписку. Вот, она хитрый ход сделала. Она сказала, что книги учета совершенных преступлений у нее нет на месте. И она сейчас ходит, нам поставит этот штемпель. Но, я знаю людей, которые мне подсказали, что необходимо требовать прямо на месте, чтобы они приносили эту книгу, прям при вас заполняли эту книгу. Основание – это приказ Генеральной прокуратуры номер 212. Это именно о регистрации сообщения о преступлениях. Вот тут пункт 1.2. При осуществлении этой деятельности исходится из того, что прокурор не вправе разрешать сообщения о преступлениях. А они их переводят в посты обращения по закону 59 ФСЗ. Они обязаны незамедлительно фиксировать в книге учета сообщения о преступлениях. Согласно прилагаемому образцу. А сами сообщения безотлагательно передавать в орган, уполномоченно их рассматривать. Либо в Следственный комитет, либо в МВД по подследственности. И вот такую книгу учета сообщений о преступлениях они обязаны вот прямо при вас заполнить. Требуйте, чтобы все графы совпадали в соответствии с этим приказом. Приложение к приказу, подписанное чайкой. Начато, окончено, хранить номер книги. Все должно быть. И самое главное. Вместо вот такого штемпеля должен быть вот такой. Зарегистрированный в книге номер книги. Учета сообщений о преступлении. В прокуратуре такого-то района. Дата. За номером вот этот номер КУСП. Должность. Фамилия собственноручно написанная. То есть подпись. Инициалы и закорючка. Фамилия подпись ответственного лица за регистрацию. То есть, и обратите внимание, написано перьевой ручкой, то есть мокрая тушь, чернила синего цвета, живая синяя подпись должностного лица. Вот таким штампиком они хотят снять с себя ответственность. А если и пишут, то переводят в 59 ФЗ с личного приема. Вот что делают. Поэтому требуйте такой штамп, и чтобы при вас занесли в книгу учета совершенных преступлений именно при вас. Ну, Оксана Владимировна решила поиграться, похитрить немножко. Не знаю, может как-то отомстить, не знаю, за действия своих подчиненных. Мы со своей стороны тоже кое-что предприняли в рамках закона определенные хитрости. Смотрим. Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура. Вызывай что? Игорек, прокуратура. Здравствуйте. Не вы дежурный прокуратура? Подскажите, дежурный прокуратура подъема. Ну да, вы узнаете систему? Вы смотрите, что дежурит. У нас сегодня среда, да? Что, вы по телефону знаете? Да, у нас среда, суббитра. Четверг. Четверг уже. Значит, вы видите, мы возьмем. Пусть уже, кресть секундочку. Пусть звоните, вы с телефона получите телефон. Звоните, вы с 121 и приглашайте на вызов к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилию назовите, пожалуйста. Девушка, я хочу подать устное заявление о преступлении. Девушка, я хочу подать уме. или чего для установления личности со слов заявителя а вы кто а гулик должна дежурить я не обращение буду подавать а устное заявление о преступлении под протокол форма номер два соответствии со статьей 140 части 3 статьи 141 пк рф примите устное заявление под протокол вы обязаны писать я не обязана писать вы отказываетесь вы пишите заявление вы отказываетесь от чего я отказываюсь принять устное заявление что вы хотите я сказал часть 3 статьи 141 пк рф а где протокол где протокол со слов заявителя сошлитесь на норму права что заявитель обязан показывать документы достоверяющей личности будьте добры предъявите пожалуйста удостоверение я вам не обязана предоставлять удостоверение отказываетесь вы пришли в здание прокуратуры города я сижу в форме и я вам назвала свою должность фамилию и имя и отчество не назвали даже у вас форма без погон вы сюда когда пришли даже не назвали вашу фамилию и имя и отчество и что представьтесь как вас зовут я хочу сначала узнать кто вы я уже назвала себя удостоверение пожалуйста я удостоверение вам не обязана показывать если вы сомневаетесь на должностных полномочиях вправе писать обращение у нас с вами конфликтная ситуация я требую вызвать ответственного какого ответственного прокурора города сургута сейчас занят я вас прямо принимаю обращение его зам там хотите я вас слушаю как вас зовут просто представьтесь хотя я сначала хочу узнать кто вы вам уже назвала себя но назвать это недостаточно я хочу видеть документ так я хочу в это подать заявление несите протокол пожалуйста удостоверение принесите пожар здравствуйте оксана владимировна подскажите вы вышла девушка какая-то в форме синий без погон удостоверение отказывается предоставить говорит что не обязана заявление отказалась принимать как-то можно этот вопрос решить ответственного вызвать а жду благодарствую нас как она за дверью сказала вместо дежурного прокурора вышла какая-то женщина в синей форме без погон на среде отказалась предоставлять заявление отказалась принимать а 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 и а а здравствуйте для чего отлично я смотрю вы при погонах в отличие от ваших подчиненных у нее дело в том что китель просто в кабинете это нормально рубашка с длинным рукавом она носится без погонок сверху китель просто одевается жарко она быстро выбегала главный прием и удостоверение тоже с длинным рукавом не носится мы находимся здесь в прокуратуре она вам представилась вы отказываетесь предоставлять мне паспорт нет не трактуйте за меня мои слова удостоверение предъявите пожалуйста вы представьтесь я вам представилась я могу записать вас в журнал ну представляться могут как угодно я хочу удостоверить что вы действительно я в прокуратуре я нахожусь в форме я представилась назвала вам свою фамилию ну я вроде в этом же помещении нахожусь вместе с вами вы будете мне вы отказываетесь предоставить удостоверение что такое вы все без удостоверения ходите вы выйдете из кабинета а для чего а вот отлично отлично благодарю вам можно так быть и нам может быть пришло заместитель прокурора Гулик Оксана Владимировна при погонах но без удостоверения Опять ушла, пошла за удостоверение. Ждю. Прохожу. Мы же договорились со слов заявителя. А вы с чего взяли, что я снимаю? На каком основании? Удостоверение покажите, пожалуйста. Еще раз говорю. При осуществлении видеосъемки прокурорского работника при осуществлении речного приема недопустимо. Сошлитесь на норму права. Прошу прощения, выйдите. Вы отказываетесь принять заявление? Входите из заявления. Я вас заявление принесла, вы мне не показываете. Принесите, так покажите, пожалуйста. Вы мне, пожалуйста, паспорт, чтобы я убедилась в вашей личности. А кому? Вы находитесь в прокуратуре на личном приеме. Паспорт у меня с собой. Кому показывать? Мне показывать. Кому вам? Я вам представилась. Это слова, мне нужны документы. Вы отказываетесь? Выходите. Анатолий Владимирович, у нас с вами конферктовая ситуация. Вызовите, пожалуйста, ответственное. У меня с вами есть конферктовая ситуация. Вы не предоставили ему паспорт. Перемью высковерили личность. Я вам в личном приеме не отказала. Я вам представилась. На словах. Извините, я нахожусь в форме здания прокуратуры. Ну что, за вас, девушка, выходила. Вы не предъявляете вам удостоверение данной ситуации. Принесла удостоверение, держала в руках, не показала. Заявление отказалась принимать. И ушла, выгнала из кабинета. Ответственного пригласить отказалась. Сказала, что нет никакой конфликтной ситуации. Время 9.48. 22 июня 2023 года. Просоюзов Островского 47. Прокуратура города Сургут. Голик Оксана Владимировна оказалась в достоверении и вне звери. 102. Балин. 141. Лукьянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич. О. Помогите, пожалуйста, содействуйте в реализации права. Отказываются принимать заявление о преступлении. Кто? Голик. Дежурный прокурор. Уберят трубку? Она приходила, удостоверение не показала, отказалась принимать заявление. И убежала. Выгнала из кабинета. Пациент без формы почему-то. Скрыников Андрей Сергеевич. Трубка не берет. Акатьева Юлия Павловна. Юлия Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, реализовать конституционное право подать заявление о преступлении. Что случилось? Выходила дежурный прокурор Гулик Оксана Владимировна, отказалась предоставить удостоверение и отказалась принимать заявление. Выгнала из кабинета и ушла. Представьте, пожалуйста. Журналист СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного редактора. Представьте, пожалуйста. Благодарствую. Видел Лукьянова, заместителя прокурора. Прошел мимо, ничего не сказал. Требовал у него оказать содействие в реализации права подачи заявления. Ушел, ничего не сказал. Позвонил прокурору, заместителю прокурора Скрыников. Трубку не берет. Заместитель прокурора Акатьева Юлия Павловна подняла трубку, выслушала. Сказала, сейчас выйдет. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда я попал? Прокуратура города Сургута. А какой отдел? Какой отдел? Кому вы звоните? Ну, что это? Приемная, что это? Это приемная. Ага, фамилию назовите, пожалуйста. Я обязана представляться, да? Да. Алло. Трубку бросил. Все, трубку не берут. Приемная Балин, 102. Ждите ответа. Так, еще один телефон, 140. Вроде как Балин Леонид Алексеевич, прокурор. Занято. Опять его все не идет. Дежурный прокурор отсутствует в часы приема. У тебя сколько, 10 часов, 5 минут? Да. Прокурор отсутствует в дежурный. А вы можете из 120-й позвонить, вызвать. Это я 120-й, кому звоним интересно? Заместитель прокурора, да? Наши, так, Владимир Владимирович. Да, 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 сам, Владимир Владимирович. Че, трубка не берет? Кабинет закрыт, трубка не берет. Так, 403. Дежурный прокурор отсутствует. Скажите, у нас вообще работают какие-то? Нет, как бы дежурного попасть. Ну, все, как вам делись? Яня, четвертая. 21,99,90. Опять занято. Трубка не берет. Уже раз 5 звонит. 21,1 звоните. Говорите, трубку не берет. Уже два человека ждут, да? Три человека в очереди. Дежурного прокурора нет. Здравствуйте, вы мне подскажете, дежурный прокурор когда-то будет? Не могу подсказать. А кто может подсказать? Подсказать, дежурному прокурору. Трубка не берет. А кто дежурит? Елена Владимировна. Голик. Почему она не Елена Владимировна? Не знаю. Отсана Владимировна. Отсана Владимировна. Может, она у прокурора на совещании? Так она дежурный прокурор. Она не может быть, да. Она обязана с 9 до 11 присутствовать. Простите, решение прокурора не обсуждает. Не обсуждаете? Да. Кто обсуждает, не обсуждает? Что-то, что сейчас потеряло? Что-то крыто-белое не будет. Потому что жарко. С вами все в порядке? Все нормально. Вроде холодная улица. Я женщина жаркая. Бывает. Позвонил по 10 номерам. Субзанков 20 совершил. Никто трубку не берет. Тут уже очередь скопилось 3 человека. Дежурный прокурор отсутствует. Время 10-11. Дежурного прокурора больше часа нет на месте. Трубку не берет. Все остальные телефоны трубку не берут. Сбрасывают сразу. Интересно, прокуратура должна быть для людей, а они здесь все забаррикадировались. Более того, они кабинет закрыт, трубку не берут. Да. Ко мне первый раз вышла, полчаса назад, женщина какая-то в синей форме, а погон нету. Удостоверение не показывает. Я говорю, вы кто? Он говорит, вы пришли в прокуратуру, я заместитель, помощник прокурора. Я говорю, документ покажите. Взяла меня, выгнала из кабинета. Слушай, это как вообще? Вот так? Анахимат парад в порядке? Как вы сказали, все для людей? Да, все для людей. Ну как они вообще должны быть? Пожалуйста, приходите, на засуну слушают, примем, ну, просмотрим, примем решение, все такое. Вот пришли, они слушают, на трубку не берут. Они не хотят слушать. Да, не хотят слушать. А вы уже в приеме звонили или чего? Да я все 10 телефонов обстановил. На личный прием хочу к прокурору записаться, на трубку не берут. Там тоже трубку не берут. Ну попробуйте, может, у вас возьмут. Так, внутренний, что, два. Ну как, а приемная должна быть? Должна быть. Она есть, но они трубку не берут. Ну, надо было слить, где-нибудь, вот тут. Да? А они там. Вот потом хотят положительное людское мнение. Тут камеры есть. Смотрите сюда, я вам не рабочие. Круто, в округе. Здравствуйте. Здравствуйте. Назовите фамилию, пожалуйста. Покрасенко Тимур Сергеевич, поможете прокурору округа. Замечательно. Еще раз, как Михаил Сергеевич? Покрасенко Тимур Сергеевич. Тимур Сергеевич. Да, верно. Вам позвонил журналист Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион. Нахожусь в городе Сургут, Островского 47, пятый этаж, прокуратура города Сургут. Приемные часы дежурного прокурора с 9 до 11, кабинет 403. На данный момент больше часа отсутствует дежурный прокурор. Трубку по телефону 121 никто не берет. Обзвонил 10 номеров телефона. Вы там на месте, да? Да, на месте, никто трубку не берет. Звонил, выходила какая-то женщина сначала, вроде как представилась, удостоверение показать отказалась. Находилась без погон. То есть я засомневался в ее полномочиях, потребовал удостоверение показать. Она отказалась показать и выгналась из кабинета. Потом пришла заместитель прокурора Акатьева Юлия Павловна. А, нет, ошибаюсь. Гулик Оксана Владимировна пришла. То же самое. Уже в погонах, но удостоверения у нее с собой не было. Она меня опять выгнала из кабинета. Через 10 минут пришла, принесла удостоверение, держала в руках, но показывать отказывалась. Отказалась принять заявление о совершенном преступлении. выгнала из кабинета, ушла, и вот я уже тут минут 40 жду, обзваниваю, никто не выходит, и вопрос не решается. Ну, вы там сейчас, на месте находите? Да, возле 403-го кабинета. Ну что, сейчас решим вопрос. Благодарствую. А как мне узнать, что вопрос решен? Ко мне кто-то выйдет? Ну, конечно, конечно. Добро жду. Если что, перезвоню. Хорошо. Это вас они собрать? Хорошо же это было. Это выпинул никто же столб. Не скрою. Не скрою. Есть такое. Есть такое. От меня прокурор дважды убегал, как минимум. Не только помощники. Так, они сейчас теперь и не выйдут, они теперь вас боятся. Не-не-не, все-все-все-все. Я же в Хамалову позвонил. Это ж сейчас пойдут жалобы серьезные, там, ну что это такое? Выходят без погоны, не удостоверение. У них вообще в угонокрутном кармане должно быть удостоверение. Да, все время с собой должно быть. И вот так, как они там делают. Так, главный специалист. А вот эти главные специалисты какое-то здесь решают? Я просто первый раз? Главный специалист. Вот там с камерой на них, да? Они камер боятся. Они всего боятся. А самое главное правды. Кошмар верхних дыхательных путей, больше как не скажешь. И нижние тоже. Там нет дыхательных путей. А кошмары есть. Веселая вы женщина, мне нравится. Да. Не умолите. Меня дети любят за это. Я с ними на одной волне. Ну вот и я такой же. А я тут пришла с жалобой на пенсионный фонд. Это кто мой вопрос интересно решит? Я теперь уже сомневаюсь, что кто-то может что-то решить. Девушка, а можно дежурного прокурора? Так звоните. Так вот сколько ты звонёй? Снимай мне, дозвониться. А у вас почему-то прокуратура заблокировалась. Я сама не могу попасть в документы. А что у них за... Снимай мне, дозвониться весями. Это кто-то у вас совещает, так? Нет, молодой человек. Я первый, я второй человек в очереди. Примите. Проходите. Благодарствую. А? Я? Вы долго. Зависит от... Я хочу подать сообщение о совершенном преступлении, но для начала я хочу убедиться... Я начала, представьте, чтобы я могла по имени обращаться. Вы можете по имени пока обращаться, Антон. Я хочу увидеть ваше удостоверение. Вот мое удостоверение. Так, советник юстиции Гулик Оксана Владимировна, прокуратура Российской Федерации. По фотографии, похоже, печать 3 сантиметра. Подписал ЕБ Ботвинкин. Так, а дата действия до какого есть? Дата действия до октября 25-го года. А, вон сбоку, да? Благодарство. Антон, при осуществлении личного приема мне необходимо удостовериться ваше личное. На каком основании? На основании инструкции. Мне нужен паспорт. Инструкция каким приказом утверждена? Антон, будьте добры, у вас есть ли письменное заявление? Да, есть. Письменное заявление. Вы готовы подать письменное заявление? Будьте добры. Я его хочу подать под... Мне нужен вот сюда штемп такой. Я даже могу показать. Входящий? Нет, не входящий. А штамп регистрации в книге КУСП. Книги учета совершенных преступлений. Чтобы мне понять, могу я, необходима ли регистрация в книге КУСП? Позвольте мне ознакомиться. А это сообщение о совершенном преступлении в соответствии с 212 приказом. Пункт 1.2. Вы обязаны зарегистрировать его в книге учета совершенных преступлений. Я абсолютно не оспариваю. Меня можно ознакомиться с вашим. Да, сейчас, секунду. Вот я говорил, вот такой вот штамп нужен. Я поняла, о каком штампе выгодится. Значит, подаю сообщение о совершенном преступлении. Два экземпляра. К одному из них прикреплен DVD-диск с 5 аудиофайлами и одним видеофайлом. Это ваш экземпляр. Вы осуществляете видеозапись? Я не понимаю ваш вопрос. Вы осуществляете видеозапись личного приема на данный момент? Я не понимаю ваш вопрос. Я четко задаю вам вопрос. Осуществляете ли в данный момент видеозапись личного приема? С какой целью интересуетесь? Потому что осуществление видеозаписи личного приема возможно только с согласия лица осуществляющей личного приема. То есть вы мне запрещаете вести видеофиксацию? Правильно, господин? Да. Она должна осуществляться в соответствии с моим согласием. Сошлись на норму права. Дайте заявление, пожалуйста. Норму права я вам могу предоставить. Назовите. Отказывается? Нет, я не отказываюсь. Вот. Продолжает. Второй экземпляр мне. И мне вот сюда нужен штемп. Вот здесь кончик. Так вы не оставляете меня одного в кабинете? Нет, это не место. Опять выгоняете? Нет, это не место. Я не могу сказать, что не оказалось остаться в кабинете. Конечно. А зачем вы уходите? Я сейчас в кабинете. Какой? Подождите. Пусть вы не хотите отказаться. Может, я в кабинете. Конечно, не хочу. У вас там что-нибудь пропадет, потом скажете, что я украл. Вот уже другой разговор. Удостоверение показало. Разговаривает вежливо. Правда, почему-то видеофиксацию запретил. После звонка в ХМАО пришла дежурный прокурор, голик Оксана Владимировна. Показала удостоверение. Запретила видеофиксацию. Конкретно ответила на вопрос, вы запрещаете видеофиксацию. Ответила да. Дважды. Я потребовал назвать, сослаться на норму права. Сказали, сейчас принесу документ. Из кабинета опять пришлось выйти. Покажу? О, слушай, четвертый или пятый раз к вам захожу. Вы запрещаете, не проживаете. Да я, тут у меня тоже небесконечное время. Когда вы приходите на личную прокуратуру, то в данном случае вы действуете у нас как частное лицо. И в данном случае прокуратура не является публичной фигурой в смысле федерального закона Гражданского кодекса. Поэтому обнародным неиспользованием нашего изображения при сущении личного приема недопустимо. Это статья 152-я первого Гражданского кодекса о расстанении плену на Верховном Суде. В связи с чем, право вам повторно разъясняет, что осуществление видеозаписи без могосогласия невозможно. Если вы готовы подать личное заявление, я готова его воспринять. Назовите, пожалуйста, дату и номер постановления пленного Верховного Суда. Пленного Верховного Суда, номер 25 и 23 июня 2015 года. Июня какого года? 2015 года. То есть это единственное основание? Нет. Это разъяснение законодательства, в том числе статья 151-я, 152-1 Гражданского кодекса Российской Федерации. И федеральный закон номер 8 о источении доступа к информации и деятельности органов. В связи с чем запрет на использование гражданина в обороте международной приема в виде фиксации не нарушает его право свободно искать и получать информацию. Антон, я еще раз повторяю, а вы готовы подать заявление? Конечно. Сейчас, секунду. Так. Подаю в двух экземплярах. Мне на моем экземпляре нужен штамп с регистрацией в книге. Здесь в книге регистрации нет, мне нужно взять ваше заявление и пройти на регистрацию. Добро. Пожалуйста, передаю. Диск приложен. Это в ваш экземплярах? Да, без диска мой. Данные, указанные в данном заявлении, я могу указать в эту книгу приема граждан? Какие данные? Булгаков Антон Николаевич. Ну, там же написано. И почтовый адрес. Почтовый адрес Комсомольский 21.16 – это тот адрес, на который мы должны дать вам ответ, правильно? Конечно. Не электронная почта и ничего, да? Нет, не электронная. Электронная почта есть? В письменном виде. Я требую предоставить… В письменном виде по почте, все правильно. Да, заказным письмом. А трек-номер сообщить по номеру телефона, указанному в шапке. Комсомольский 21.16 – это все время. Там же написано. CD-диск, верно? DVD-R. DVD-R? Да. Он закрытый немножко, сэр. А там написано в приложении. На котором пять аудио и один видеофайл. Оксана Владимировна, я хочу вам сказать, что на диске также присутствует то, о чем не сказано в самом заявлении. Но вы обязаны изучить DVD-диск в качестве вещественных доказательств. Там присутствуют видеокадры и фотокадры, таблички «Выход» в отделе полиции номер 3 города Сургут. Две таблички «Выход» у них прямо на входе в здание и на выходе одновременно, центральный вход. Оно заляпано примерно 100 пятнами, очень похожими на пятна крови. То есть я предполагаю, что в дежурной части отдела полиции номер 3 когда-то было совершено тяжкое преступление, возможно, убийство, возможно, причинение тяжкого вреда здоровью, умышленной, либо неумышленной. Вы, пожалуйста, готовы дополнить свое описанное заявление данными фактами? А на видео это все есть? На видео мы видим таблички заряда по микробию, а ваши предположения, чтобы указали здесь? А я вам устно это заявляю? Хорошо. Под аудио протокол? Также мне, пожалуйста, кроме штемпеля с номером поиска, еще, пожалуйста, выдайте талон уведомления. Мы не выдаем. Не выдаете? Тогда мне вот точно такой штамп, который я вам показал. Заполнил. Вы тронулся. А? Вы тронулся. Да по-моему, все уже тронулись. Не подзадите. Вот, другое дело. Звонок к МАУ, и все пошло. Дайте вам номер телефона к МАУ. Не, у меня не такой, наверное, страшный, как у вас. Нет, только пансионный. Если хотите получить знания самостоятельной правозащиты, да, я вот людей обучаю по их же просьбе, можете на ютубе набрать два слова «самостоятельная правозащита». И там две части видео я рассказываю. Как вот. И в чем суть вашей деятельности? Безоплатный труд во всеобщее благо. Всем помогаю. Безоплатно. Сейчас вот занимаюсь ситуацией вокруг торгового центра. Не слышали? Там два самоубийства, просрочка. Ну, просрочку не знаю, а самоубийство слышала. Вот. Время в город. Там и угроза убийством, и просрочка до 20 лет. То есть людей зашивали просроченным медицинским шовным материалом. А, вот эта просрочка называется? Да, да, да. Есть просрочка в магазине, когда скушал и отравился. Ага. А есть просрочка шовных материалов. Когда зашили... Старым каким-то уже списанным материалом. Двадцать лет назад должны были списать. Человек загнивает, и вы опять на операцию. Опять этим же материалом зашивали, человек загнивает, и вы опять на операцию. Нормально? Вот это вообще настолько народная фраза, что вот не тот, кто зашивает прав, а тот, кто другого материала не дает. Ну вот сейчас судебный процесс идет над старшей медсестрой, а доведение до самоубийства одной из медсестер. Ну да, есть, но везде более просто нервно, ну скажем, не сильные нервом, скажем там, слабонервные. Но это должны в таких местах работать. Ну и гномить людей просто, это нельзя. И естественно. Это не моя версия, это следствие пришло к выводу, что ее довели до самоубийства. Ну, постоянно. И так, хоть и так, хоть и вот этот и то, его доведет до какого-то... И вот в ходе освещения этого процесса в коридоре суда на меня напали, как мне нужно, на журналистов, выхватили телефон, и коридора полкорочный. Сотрудники? Нет, другой, я как бы журналист, не упаковься, Евгений. Не знаю. Я как-то вот живу в своем узком мире. Работа, школа. Питер. Дом, работа, школа. Нет, питер я только вот с апреля начала. Даже не с апреля, с мая, когда у меня вот эти все бумаги я получила, начала разбирать. А так, я даже в городскую ту не подписана, вот, ну, всякие происшествия, какое-то там что-то есть, даже что-то есть, не знаю, что есть. Я не хочу вот эти всякие, это негатив, это переживание, мне зачем? Так это просто входящий? Это не просто входящий, это регистрация, вкульс, вкульс, вкульс. А кто зарегистрировал, почему-то странно считаю. Я же вам показывал. Да, подождите, мы по образцам действуем. У нас вот такой штамп, другого нас не предусмотрено. Серьезно? Да. Так, ну все, приняли, зарегистрировали, удостоверение показали. Голос совсем другой. Культурно, вежливо, спокойно. Сделано дело общественное. Ну, какой троллинг, пускай проверяют. Там, я так и сказал, похожее на пятна крови. Возможно, там было совершено убийство или причинен тяжкий вред, мышленно или неумышленно, не знаю, проверяйте. Все. Устанно заявил под аудиопротокол. Александра Владимировна, можно с вами пройти на минутку? Я же принимала. А мне нужно подтверждение, что принято именно сотрудникам. Можете написать? Голикова Оксана Владимировна. Дата, время и... Ничего, они не хамили, не грубили. Нормально все? А этот, ну, у меня, ну, у меня, у меня, ну, ничего, у меня нормальный вопрос. Так у меня тоже нормально. Все, удачи вам. До свидания. До свидания. До свидания. Фамилия, пожалуйста, полностью, должность, инициалы. Все говорят, все говорят, знают. Напишем правильно. Дата и время. Отлично. Благодарствую. До свидания. Потребовалось, чтобы от руки дописали, что принято. С личного приема заместитель прокурора города Голик ОВ. Закорючка. Дата. Приятного аппетита. До свидания. Да. Здрасте. Здравствуйте. Я хочу записаться на прием прокурора города. Так, ну, я не знаю, он вторник будет, не будет принимать. Скажите, ваше фамилию демократическую. Вы сначала представьтесь, пожалуйста. Петрова Надежда Николаевна. Так, заместитель главного редактора средства массовой информации информационное агентство, русское информационное агентство. Антон Николаевич Булгак. Телефон скажите ваш. 66. 66. 77. 44. По вопросу. По вопросу нецезурных выражений сотрудников прокуратуры. И по вопросу неношения погон, отказа предоставлять удостоверение, разъяснять права, нарушение конституционных прав. И еще много-много-много-много-много чего. Хорошо, если 27-го числа будет прием, я вас предупрежу в понедельник. Если нет, то приходите 27-го, хорошо? А 27-го куда? 27-го июня, во вторник. Куда, куда приходить? В прокуратуру Сургута. Какой кабинет? 403-й. А он там будет на месте? Ну, вообще по вторникам прием осуществляется. А со скольки он до скольки принимает? С 4-х до 6-ти. Ну, я говорю, предупрежу просто заранее, если не будет, потому что, возможно, будет с выездом на Сургут. Ну, если он будет во вторник, вы его сразу предупредите, пожалуйста, чтобы он погоной надел и удостоверение взял. Ну, он-то, в принципе, у нас личный прием всегда осуществляется в форменном обмунировании. Ну, удостоверение он мне ни разу не показывал. Ну, это уже там на месте. Ладно, хорошо, я перезвоню вам. Благодарю.